Алмаз 488 на душеполезную беседу от 21.10 дал такой комментарий. Геннадий Петрович, вы сами проходили бракоразводный процесс. Бракоразводный процесс я не проходил, но где-то я был близок к этому. Был близок к этому, я, как бы тут лучше выразиться, знаете, что... Ну, был такой серьезный момент в моей жизни, это как раз был 2010 год, когда дело шло, вот, можно сказать, к такому результату. И должен сказать, вещь очень тягостная, потому что и жена, и та женщина, они как-то по каким-то параметрам очень-очень близки, но с женой, та с женой, естественно, прожил всю жизнь. И вот сейчас живем, знаете, мы вдвоем все выросли, так сказать... Вот этот, даже этот бракоразводный процесс, который, так сказать, застрял на предпоследней где-то стадии, он, наоборот, нас сплотил. То есть иногда, знаете, не получается достучаться до человека так, как ты хочешь. И только какие-то экстремальные такие вот состояния позволяют понять, а насколько этот человек вам дорог, ну, а тот, как бы сказать, приходящий и так далее. И вот такая вещь у нас произошла, так что я очень доволен, очень доволен тем, что вот это вот все-таки случилось, и это нас сблизило. Ну, продолжим. Сам Холост, 35 лет. Глядя на бывших одноклассников, приятелей в разгоне, нет никакого желания становиться РСП. Не знаю, что такое. Ипотечно-элементарным рабом. Ну, вот в смысле, если вот это одноклассники, вы видите, так, и сяк, пятое, десятое. Ну, как говорится, это ваше дело. Вот важно в жизни встретить того человека, который вам, знаете, он просто близок ни по сознанию, ни первозрению, ни это особенно противоположного рода, а он вот близок по каким-то особым энергетическим параметрам. И я вот скажу, вот у меня жена, крыса, та женщина, которая, значит, вот чуть была, она тоже крыса, и моложе ее на 12 лет. И следующая женщина, третья, тоже крыса. Представляете? И все немощные такие, индивидуальные такие, ух! Я даже побаиваюсь. Вот, значит, без собственного угла на всю оставшуюся жизнь. И где-то я, где-то я, вот, возможно, там и, как бы сказать, был бы у нас разрыв с супругой, но вот мы с самого начала, с самого начала, я вот это все делал для семьи. Для семьи, для нее, для себя и так далее. Кстати, вот это все домовладение, всю домовладение, в свое время я переписал на нее, я ей доверился. Поэтому она мала меня легко и просто выгнать, там, вы, пожалуйста, там, дай, дуй, и так далее. Но она сказала, она сказала так, я тебя не отпущу. Если не мой, то пусть ты никому не достанешься. Вот такая фраза прозвучала. Поэтому, поэтому. Если, знаете, вот это настоящее, что-то такое, тут рвется по-живому и не просто так рвется. Это такое дело. Значит, у современных женщин совсем другое воспитание с детства. Ну, смотря в какой семье человек воспитывался. И вдобавок, вдобавок, знаете, что еще? Помимо того, что воспитание может быть там разное, потребительское или еще какое-то, существует еще индивидуальное понимание жизни, индивидуальное понимание ситуации, индивидуальное понимание семейной жизни у каждого человека, в том числе и у женщин. Вот тут-то, тут-то и надо, будем говорить, вот пообщавшись, так, всяко, так. Может, даже пробно пожил. Сделать соответствующие выводы и там, и стоит ли вступать в брат или не стоит. Дальше. Гендерное равенство вкладывает в свою лепту. Ну, что есть, то есть. Можете не согласиться, на проверьте статистику разводов в странах СНГ. Вот тут, знаете, вот это вот гендерное равенство, оно должно дать понять, что два независимых человека, просто разного пола, они решили жить совместно. Это их необоюдное желание и стремление к этому. И помимо желания и стремления, это еще надо каждый день делать. То есть, семья, отношения, они не просто раз и навсегда там дались вам и так далее. Вы должны вот это все как-то подкреплять. Вот, например, сегодня. Мне там что-то там резать, обрезать эти деревья. Ну, никакого особого желания нет. А вот ей вот охота за садом ухаживать, то есть, где-то куда-то лезет там, опиливает ветки. Ну, вот смотря на все это, можно, конечно, сказать, да, там, мети, ряби, пили и так далее, что хочешь делать. Вот мне невольно, невольно приходится участвовать в этом деле. Потому что, если вы действительно хотите, чтобы какая-то у вас близость была, то вы помогаете. Вы видите, что человек для вас выкладывается. Вот. Я тут занимаюсь, грубо говоря, творчеством и так далее, и так далее, и так далее. Она же обеспечивает мой тыл. И вот на этот тыл можно, так сказать, наплевать, закрыть глаза и так далее. Я ей помогаю. Помогаю так, чтобы это как-то с удовольствием, то есть, все оценивается и так далее. Это вот интересная вещь. Интересная вещь. И более того, сегодня уже вечером мы с ней повечорили, то есть, поужинали. Грязная посуда. Я пошел, включил это самое. Воду. Она говорит, ты что делаешь? Я говорю, посуду, мы тебе помогаем. То есть, она погрела, она приготовила, она сделала. И знаете, вот превратить другого человека в какого-то, знаете, вот человека, прислуживающего вам, ну, допустим, мне самому не интересно. Лично, чтобы это только была какая-то прислуга и так далее, и так далее. А когда человек имеет свое мнение, он свое там что-то там это, и в некоторых вещах, даже оказывается, знаете, более стойкий, нежели и вы, и вы в течение жизни обнаруживаете, что человек, который был младше тебе на 6 лет, он в некоторых вопросах намного более зрелый, нежели ты. Особенно в житейских вещах. Вот так-то, то есть, ну, ищите свою половинку, как-то вы ее чувствовать должны. Я вот, все, вот три, на которых бы я, допустим, женился, вот, жена, если бы жены не было, допустим, ну, вот, что вторая, она в Москве живет, вторая, значит, на второй. Второй бы, допустим, не было, третий из Иванова, из Иванова, значит, вот, где-то так вот. Такая, такая жизнь, такая штука, ну, вы должны как-то, как-то чувствовать. И интересные вещи, знаете, еще происходят во снах. Вот это ваш человек, это не ваш человек. то есть, это очень интересная жизнь, и ее особо надо оценить, эти отношения, и делать. И делать, делать, чтобы что-то было у вас совместно, общее. Вот тогда будет то, что надо. Хотя, может быть, и мировоззрение, то есть, все совершенно различное, но, тем не менее, вот что-то такое, общее между мужчиной и женщиной, должно быть то, что притягивает их. Хорошо-ка! О-хо-хо-хо! О-хо-хо!